Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вас познакомлю с событиями культурной жизни, которые будут в киноконцертном зале «Панорама» в мае. Работа Олега Попова «Московская дьявляда» открывает современному зрителю малую прозу Михаила Булгакова. Это филитонные рассказы, которые были напечатаны в газетах и журналах почти 100 лет назад. Острые сатирические миниатюры – это, по сути, одноактные пьесы, главными действующими лицами которых выступают предприимчивые провинциалы, ожившие покойники, до смешного бессмысленные чиновники и даже банщица с бородой. Искусство перевоплощения, которым в полной степени, на мой взгляд, владеет Олег Попов, позволяет современному зрителю перенестись в фантастическую эпоху Москвы советского периода и ощутить себя полноценным участником того, что происходит на сцене. Значит так, сорал Бутон, я что, должен без жизни своей лишиться драгоценной беспровизионки? Или свободы моей драгоценной? Вы тут не кричите, молодой человек! Ладно, сорал Бутон, впадая в бешенство. «Живите меня! Берите! Идите в ЖАГС! Ешьте меня с душой!» Стал рубать на себе рубаху. Курьеры, зовите Вареньку! Гражданин Бутон ей будет предложение делать руки и сердца. «О чем тогда войска?» – спросил мошедший курьер. А это он нашалел от счастья перемены жизни в казенном доме. Остроумные и смешные истории смотрятся буквально на одном дыхании. И создается впечатление, что почти за сто лет ничего не поменялось. Господствуют все те же человеческие пороки. И иногда кажется, что Михаил Булгаков описывал нашу с вами жизнь. И вспоминаются невольно слова любимейшего Булгаковым Гоголя. Чему смеетесь? Над собой смеетесь? Олег Попов – петербургский актер и режиссер, театральный педагог, которого зрители знают по ролям в кино и сериалам. Шерлок в России, условный мент с небес на землю, шеф «Новая жизнь», колодец забытых желаний, бункер, военная разведка «Северный флот» и многим-многим другим. В 2007 году был создан литературный театр Олега Попова, основу репертуара которого составили моноспектакли по выдающимся произведениям отечественной литературы. Распахнулась дверь в избучитальне села Лакатыжма, что находится под благословенным шефством Казанской железной дороги, и впустила в избучитальню санитарного фельдшера, назовем его хотя бы Иван Иванович. Если бы не то обстоятельство, что никакой сознательный гражданин не может появиться пьяным в день международной работницы, да еще и на доклад, да еще и в избучитальню, если бы не то обстоятельство, что Иван Иванович и в рот не берет спиртного, как всем известно, то можно было побиться об заклад, что Иван Иванович целиком и полностью пьян. Искусство перевоплощения, которым актер владеет в полной мере, заставляет зрителей не только поверить в образы, создаваемые на сцене, но ощутить себя внутри событий в контексте произведений классических и современных авторов. Итак, я вам напоминаю, что май доставит вам положительных эмоций и зарядит позитивом на целое лето. Я приглашаю вас в киноконцертный зал «Панорама» и напоминаю, что 18 мая на нашей сцене состоится моноспектакль Олега Попова «Московская дьяволиада». До новых встреч! Будьте здоровы и счастливы! В ближайшие дни в киноконцертном зале «Панорама» можно посмотреть фильмы. Все везде и сразу. Эвелин получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно – известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным большинством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Как знать? Возможно, заодно она разберется и с самым страшным злом – своими налогами. Красавица и дракон. Старшеклассница живет в двух параллельных реальностях. В обычном мире она простая, незаметная девушка, которая ходит в школу и втайне ото всех пишет песни. В виртуальном пространстве, где обитает 5 миллиардов пользователей, она полная своя противоположность. Знаменитая красавица-певица под ником Бель. Однажды в виртуальном мире она встречает загадочного пользователя в образе дракона. Вместе они отправляются в путешествия, полное приключений, испытаний, любви и стремления стать теми, кем они являются на самом деле. Родители строгого режима. Родители запирают сына дома на перевоспитание. Но на минуточку. Сыну 38 лет. И он не кто-нибудь, а мэр. Девять жизней. Бывшая танцовщица решает изменить свою судьбу во что бы то ни стало, спасти мальчика по соседству, жизни которого угрожает мафия в лице ее бывшего возлюбленного. Субтитры создавал DimaTorzok